Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 1 декабря, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, романа Николая. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память святого мученика Романа. Был он диаконом храма Кесарии Палестинской. Во время одного из гонений на христиан переселился в Антиохию, где укреплял христиан в вере своим примером и горячей проповедью. Когда правитель Антиохии Асклепиат задумал разрушить христианский храм, Святой Роман призвал верующих отстоять святыню. Он убедил их в том, что если они сохранят храм, то будут радоваться здесь, на земле, в церкви воинствующей. А если погибнут при защите храма, то будут радоваться в торжествующей Церкви Небесной. Видя такую решимость народа, правитель не посмел выполнить своего намерения. Некоторое время спустя, когда в городе началось языческое празднество, и множество людей во всей округе пришло в Антиохию, Святой Роман начал обличать идолопоклонство и призывал всех следовать за Христом. Его схватили и подвергли мучениям. Во время пыток мучник увидел в толпе святого отрока христианина Варула и, указывая правителю на него, сказал «Юный отрок разумнее тебя, достигшего старости, потому что он знает истинного Бога, ты же поклоняешься идолам». Правитель Асклепиат приказал привести мальчика к себе. На все вопросы правителя Варул твердый, без страха, исповедал веру во Христа, единого Бога. Разгневанный Асклепиат повелел жестоко избивать мучника Варула, а затем обезглавить Его. Перед смертью святой отрок попросил свою мать, которая присутствовала при казни, дать ему пить, но мать умолила его претерпеть все мучения за Господа Иисуса Христа. Она сама прислонила главу своего сына на плаху, а после казни погребла Его. Мученик Роман был приговорен к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь. Святой стал прославлять Христа и хулить языческих богов. Правитель приказал отрезать ему язык, но и лишенный языка святой Роман продолжал громко славить Господа. Тогда мучители приговорили его к повешению. Сегодня 1 декабря, ну как бы такой всемирный день борьбы со СПИДом. Ну тоже такая тема очень забавно интересная. Ну потому что на начало борьбы со СПИДом в нашей стране было 400 ВИЧ-инфицированных. Ну а когда эта профилактика с многомиллиардными вложениями инвестиций из-за рубежа стала разворачиваться, то количество инфицированных дошло до 600 тысяч. И ну можно тоже на эту тему очень хорошо поразмышлять, что очень удобная тема для управления государствами, для выматывания их бюджета, для нагнетания обстановки. Тема, на которой можно внедрить в школьную систему пропаганду полового воспитания. Ну как же детей нужно же учить предохраняться в 10-12 лет. Ну и прочих мерзостей на волне профилактики с ВИЧ-инфекцией в страны Третьего мира, к которым сейчас относится наше Отечество в том числе, очень хорошо можно внедрять. Но хочется сказать все-таки о другом, хочется о хорошем, о возможности. Которая, ну по крайней мере у жителей Екатеринбурга сегодня есть, поучаствовать в акции «Милосердие» с миру по нитке. Сегодня в некоторых храмах Екатеринбурга добровольцы православной службы «Милосердие» собирают помощь для бездомных, для тех, у которых вся зима впереди, и у которых нет ни родных, ни близких, ни жилья, ни даже еды. Помочь поддержать и средствами, и хорошей качественной одеждой, обращая внимание, на хорошую одежду. Потому что у бездомных нет ни ниток, ни иголок, ни возможности прибить подошву на прохудившемся сапоге, не починить молнию. Это нам кажется, что вроде как вещь добротная, но если ее нельзя применить здесь и сейчас, или, например, сапоги со шпильками, часто приносят, что делать с ними, кому в них ходить, то лучше это самим донести до места утилизации, чем отдавать людям, но ты же сам в них уже не ходишь и не сможешь ходить, потому что вещь непригодна. А хорошая, хорошую теплую одежду, белье очень важно, потому что людям нужна помощь. Храмы сейчас не обозначу, но в них должны были в свое время священнослужители предупредить, прихожан. И в этой связи хочется поговорить вот о чем. Прочитать очередное письмо, которое было послано через зубную пасту сплат, потому что тема, которая там затрагивается, она касается всех без исключения. Тема греха, которая называется мшелоимство, то есть приобретение ненужных, бесполезных, бессмысленных вещей. Пишет Евгений Демин, руководитель. Примерно раз в три года в нашей семье происходит интересное яркое событие. Мы переезжаем. Как и большинство молодых российских семей, мы снимаем жилье, и по тем или иным причинам его приходится регулярно менять. Новое место приносит другие впечатления, новые знакомства и свежий взгляд на привычные вещи. Но есть одна особенность, которую я регулярно отмечаю. После переезда примерно половина вещей остается в коробках неразобранной. И так стоит в гараже. Вазочки, рамки, игрушки, компьютеры, сувениры, документы. Чего только нет в этих коробках. А поскольку они останутся там навсегда, совершенно понятно, что можно было прожить и без них. В 2012 году эксперты ООН провели собственное исследование на тему борьбы с голодом в мире. И выяснили, что хотя каждый шестой человек в мире регулярно голодает, а на самом деле гораздо больше, от 30 до 50 процентов всей производимой в мире еды выбрасывается. В это трудно поверить. Но когда я заглядываю в пакет с мусором, все так и есть. Купили больше, чем нужно, не успели съесть, перехотелось, вышел срок годности и так далее. Мы затрачиваем огромное количество ресурсов, энергии, воды, чтобы вырастить и произвести еду, которую выбросим. На нашем примере второй источник бытового хлама – это ненужные покупки и, как ни странно, подарки. Сколько раз бывало так, что, идя на поводу усиюминутного желания или детской просьбы, мы что-то покупаем. Страшного пластмассового попугая, который ломается через день, третий блендер, еще один вентилятор, новый ноутбук, мобильный. Отдельная статья накопления таких запасов – подарки. Понятно, что все они делаются от души и с наилучшими пожеланиями, но сколько нужно дома рамочек для фотографий, вазочек, подставок, скульптурок, статуэток? И что делать с остальными, особенно если ни одна не подходит к прежнему набору? Получается, что из лучших соображений, стараясь получше накормить свою семью или сделать подарок друзьям, мы потакаем бессмысленному производству и уничтожению ограниченных ресурсов на нашей планете. А спрос подстегивает предложение. И вот каждый день в мире производятся миллионы новых пластмассовых попугаев, чтобы через неделю найти вечный покой на дне картонной коробки в гараже. С этим непросто бороться, потому что хлам пребывает по песчинке. Одна сувернирная кружка там, другой ненужный компакт-диск здесь. Постепенно слой за слоем залежи на балконах, антресолях и в гаражах вырастают до огромных размеров. И только когда третий детский велосипед перестает помещаться в прикожей, возникает вопрос, а как от всего этого избавиться? Мы решили действовать так. Во-первых, писать списки, кому и что купить из продуктов. В большой семье трудно угадать со вкусами, лучше спросить. И количество мусора сразу уменьшилось. Во-вторых, вместо яркой игрушки можно купить книгу. Когда станет неинтересно ее читать, отдайте ее в местную детскую библиотеку. И она еще послужит. В-третьих, всегда задавать себе вопрос перед покупкой. Настолько ли сильно нужна мне эта вещь, чтобы ради нее срубить 100 деревьев и сжечь тонну нефти? Поступая так, проще сохранить независимость от вещей и получить больше удовольствия от жизни. Мой мобильный телефон стоит 6000 рублей, а удовольствие от общения с близкими людьми дает столько же, сколько любое новомодное устройство. Потому что ценность от цены не зависит. Ну и время рождественского поста – это время провести ревизию. Смотреть свои шкафы, обувные полочки. Если мы не носим вещь в течение года, зачем она висит? Даже если она была как-то куплена по эмоции, по новомодному предложению. Мне казалось, что дороже ее в жизни нет и прекраснее, чем в ней, я себе ни в чем другом не выгляжу. Но если она висит, наверное, она не нужна. Можно собрать и отдать тем людям, которым она будет наверняка нужнее. Людям, в которых от нас эту вещь примет Христос. Потому что я был наг, и вы одели меня. Я был голоден, вы меня накормили. И помогай нам всем, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok